Висконагружного проекта в чем? Ну, собственно, вот, да. Доклад про оптимизацию висконагружного проекта и, ну, собственно, применение ГО там, где это вкусно. Собственно, кратко о том, кто я. Я вообще PHP-девелопер. Тут некоторые это очень сильно не любят, но мне когда все равно PHP тоже работает. Собственно, школа жизни прошла в Top Face. Кто знает эту контору, кто-то там даже работал, там круто, круче, чем в Баду, несмотря на то, что все активно рекламируются. Спасибо. Собственно, последний год занимаюсь интернет-рекламой, там чем только не занимаюсь, на самом деле за всю цепляюсь, и местами даже получается. Собственно, это я. Вот, про что рассказ? Про то, что год назад было плохо и много страшного БХП, сейчас стало лучше и какое-то количество ГО. Ну, собственно, да, был велосипед, стал что-то самолетоподобное. Некоторые результаты просто для загравки. Среднее время отдачи рекламы сократилось в 7 раз, ну, просто чтобы оценивать цифры, это с 50 до 7 миллисекунд. 95-й процентиль, 99-й процентиль сократились реально на очень сильно, цифра на самом деле очень навскидку, но где-то так оно и есть. Расход памяти на аппликейшны сократился в 5 раз, расход ЦПУ сократился где-то порядка, ну, тоже примерно в 5 раз. И это короткий прототип, написанный на самом деле одним человеком за пару месяцев. Вот, собственно, что мы имеем на входе? Вот, я пришел в компанию год назад, там было страшное. Страшное называлось OpenX, причем активно дописанный. Что такое OpenX в том виде, в котором он используется? Это ПХП-4, это то страшное время, когда там не было нормального ООП, это, ну, я не знаю, как тогда люди жили, но во всяком случае это так и было. Собственно, это fear-driving development, когда страшно что-то править, правят реально кусками и все плохо. Это файлы, которые правят, некоторые имеют в заголовке прекрасный текст, don't edit this file, он autogenerated, и они исправлены. Нет никаких тестов, нет никакой документации, и написано очень большое количество бизнес-логики, которые очень нечасто используются. Собственно, все очень плохо. И, ну, на самом деле так и есть. Полностью проект не знает никто, любые изменения очень дорогие, безумно дорогие, то есть сломаться может все что угодно в любом месте, если мы меняем что-то большое. Ну и просто ПХП это проблема сам по себе, когда мы говорим про предложение запущено 50 бэкэндах. Просто не знаю, какие-то данные между ними шарить, какое-то состояние поддерживать, какую-то логику считать. Собственно, и тех программистов, которые с этим могут работать хорошо, то есть не те программисты, которые могут, как Антон, взять и зафигачить что-нибудь на Symfony, а те программисты, которые умеют работать с большими системами, их на самом деле мало на рынке. Причем так же мало, как программисты в любом другом языке программирования. Вообще на рынке все плохо. Ну, собственно, что хотелось? Хотелось новой фичи вообще уметь делать быстро, потому что, ну, потому что бизнес, бизнес растет быстро, реальная компания выросла, грубо говоря, на порядок за полтора года. Собственно, и хочет расти еще быстрее, поэтому хочется… Ну, в любом проекте хочется уметь делать что-то быстро. Ну, и хочется, чтобы это вообще работало. То есть мы что-то написали, задеплоили, оно работает, и мы спим спокойно. Хочется сократить издержки на железо, ну, потому что 50 бэкэндов — это многовато на… Ну, в целом 50 жирных серверов — это много. Там, где можно использовать 5, например. Ну, и хочется просто стабильность, устойчивость, то есть чтобы много метеоритов вылетали в сервера, и при этом на всю жила. Как бы желания не очень большие, но надо было что-то глобально менять. Собственно, менялось много чего. Менялся, на самом деле, в начале северния ПХП, но ПХП работает не везде. То есть там есть ядро, там узкое бизнес… Есть ядро, которое, собственно, выбирает рекламу, которую мы хотим показать. Это ядро обладает некой особенностью. Оно перемалывает порядка 10 тысяч баннеров с очень большим количеством параметров, с дикой бизнес-логикой, с учащейся в разные базы данных. И, ну, короче, там чисто она работает 50 миллисекунд. Ну, может 30. Ну, то есть вот реально просто бизнес-логика на ПХП. 30 миллисекунд. — У нас там огромная скорость. — Что? — У нас там огромная скорость. — Ну, да, его хорошо перепилили. Очень сильно, на самом деле. — Мет назад я перебил в ходе большого варианта, у меня было 1000 FPS. Я правильно даже так. — Круто. Мы столько не можем. Но я подозреваю, у нас масштаб немножко побольше. То есть у нас сильно больше всего. Собственно, в связи с этим хотелось что-то более осмысленное. Ну, то есть можно, конечно, на ПХП переписывать, но это преск на одной ноге, и на самом деле не очень интересно. Как бы рассматриваются разные варианты. Ну, понятно, почему не руби и питон, но на самом деле шило на мыло разменивать никому неохота. Как бы что... На самом деле принципиальной разницы нет, если внимательно подумать. Как бы... Нет, серьезно. Я могу потом в кулуарах подробно рассказать, какие есть проблемы в питоне, которые ПХП решает, например, и наоборот. Собственно, глобального выигрыша нет. То есть...